Следующий вопрос Что должен делать тот, который не находит никого, кто стал бы с ним в ряд? То есть пришел и ты один, нет никого И ряд перед тобой стоит, как брат говорит, забит ряд, так некуда встать Что такому человеку делать? Говорит Если человек способен подвинуть, как называется, раздвинуть Людей, которые совершают намаз в ряду Так, что это не приведет к излишней тесноте в ряду, то он должен сделать так То есть если видеть, что ряд, например, не такой сильно плотный Люди стоят, сильно раздвинув ноги и так далее Так он может их немножко подвинуть, и от этого ряд не будет поврежден И встать в это место, так? Должен так сделать А если он этого не способен сделать Но может встать справа от имама Так, что он не принесет большого вреда людям в намазе Так, что тоже должен такое сделать В каком смысле? Иногда бывают ряды сильно плотные И рядов перед тобой много Допустим, 20-30 рядов До имама дойти нереально, так или нет? То есть пока ты до него дойдешь Ты замучаешь Много людей, так или нет? Одного, второго подвигаешь, третьего Пока дойдешь Тебя, может быть, пять-шесть человек тогда проклинать будут Так или нет? Поэтому такого делать не нужно, говорит Но если есть малое количество рядов И ряды не такие плотные Или есть возможность пройти Сильно не мучая людей Тогда нужно пройти вперед И встать справа от имама Это посчитали разрешенным большинство ханбалитов А если он не может сделать ни того, ни другого То есть не подвинуть людей Не может в ряд встать И к имаму пройти не может Из-за того, что имам слишком далеко Или это сделать тяжело для людей То имеет ли он право Кого-либо из ряда Переднего забрать к тебе Назад И встать вместе с ним в ряд Говорит Целая группа ученых Считала это действие Нежелательным И из них Это правильное мнение Бу-шафиритов Ибн Музир передал это мнение От Ата Ата же от Анахай Значит у нас В этом вопросе Сколько мнений? Два мнения Несари говорят Что это нежелательно То есть Что Тянуть к тебе Какого-либо человека Из переднего ряда Другие говорят наоборот Что это является Желательным Говорит Шейх Мухаммад Хизан Более правильное мнение То что разрешено Оттягивать к тебе Человека Из предыдущего ряда Если Посредством этого Не получится так Что ряд станет каким? Прерванным Это понятно или нет? То есть допустим Если человека выкинут То есть В ряду останется щель Это делать не разрешается Говорит Так Вазалика Бетапара Аль Мауммин Если же Люди стоят В ряду тесно Вазадельфурджа И если человека Оттуда вытащить То люди соединят Между собой ноги И щели не получится Промежуток Так То тогда Разрешается Если же получится Промежуток Вазадельфурджа Видишь Если не закроется Промежуток Так Тогда это делать Не разрешается Вааллах И один Аллах Лучше знает Как один из братьев Рассказывал Такую смешную историю То что Пришел один человек И Не было никого С кем Он хотел Встать в ряд И он взял Одного человека Вытянул из ряда И этот человек Вышел И стал вместе с ним И после того как он встал Этот обратно встал на его место И продолжил намаз Вместо него В его же ряду Так Говорит дальше Вазадельфурджа 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 И И Шейх И 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 Продолжает Совершать намаз Один В одиночестве За рядом Потому что Есть в этом Нужда Вахтара Шейх Ибн Усаймин И Это мнение Выбрал Шейх Ибн Усаймин И И Сказали то что Что его намаз Действительный Так как он Делает это Ненамеренно Так Но у него Есть уважительная Причина Уважительная Причина Говорит Но Шейх Ибн Бак А также Шейх Мухбиль Выбрали другое мнение То что он должен ждать Пока не придет Еще кто-нибудь Кто встанет с ним в ряд А если он так и не дождется Никого И намаз уже закончится Тогда что Пусть совершает намаз В одиночестве Это если он Не сможет Присоединиться К ряду И кого-либо Подвинуть И так далее Значит Более правильное мнение Какое То что когда человек Приходит в намаз На намаз Точнее коллективный И видит что люди Стоят в ряду И некому С ним встать в ряд Тогда он должен Первым делом Что постараться Попробовать людей Подвинуть Встать в ряд В последний Так А тот который Придет после меня Пусть там разбирается Так или нет А потом Если это не получается То попробовать Пройти вперед И стать справа От кого От имама Если это не получается И он видит Что если он Оттянет кого-либо Из ряда То ряд В нем Не получится Из-за этого Промежутка То нет Ничего страшного Если он Оттянет себе Кого-либо Так Себе кого-либо При этом нужно Смотреть на ситуацию Если ты знаешь Что людей Много приходит В эту мечеть И то что Иншаллах Придет кто-нибудь Сейчас так До того как Имам успеет Уйти куда Поясной поклон Тогда лучше подождать Если ты же знаешь Если же ты знаешь Что в эту мечеть Людей много не ходят Ты примерно посмотрел Смотришь Те кто ходят Обычно Уже пришли И что Навряд ли ты Кого-либо дождешься Тогда лучше Оттянуть кого-либо Из ряда Понятно или нет Понятно Следующий вопрос